я приветствую всех тех кто зашел посмотреть это видео это видео продолжение то есть вторая серия из из тех серий что у меня в хомячей норке находится значит не знаю интересно вам или нет отзывы я так никаких не увидела комментариев тоже вот но как бы решила продолжать снимать я смотрю что смотрит значит интересно я не буду показывать второй ящик потому что я уже в предыдущем видео показывала в каких они ящиках у меня находится сейчас я вскрыла или открыла второй ящик и во втором ящике находятся вот такие ниточки это тоже ниточка лилу я уже говорила вам в прошлой серии про нее моя любимая одна из моих любимых ниточек здесь у меня лежит 6 моточков вообще как бы я покупала 8 2 из них я уже использовала на ирландское кружево где-то у меня там листочках она лежит далее 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 у меня как видите вот в таком виде я раскладывала и это у меня ирис фабрики мини кирова их у меня 20 штук таких еще ничего с него не вязала тоже покупала коробочку но видите какой наикрасивейший просто прелесть такой цвет насыщенный фуксия вот и как раз вот то что я вам говорила про полиэстер вот он сыпучий такой вот я его сюда положила но хочу вот показать какой красивый с него получается жгутик просто чудеснейший вяжется четко ровно ложится то есть в принципе я не пожалела о том что я его приобрела следующий следующий вот такой у меня ирис у меня здесь 4 моточка но я знаю что его у меня больше где-то лежит еще надо собирать по ящикам то есть я где смогла там собрала где нет значит и думаю все соберу со временем вот это тот же ирис фабрики мини кирова я его очень люблю очень много с него вижу и его разнообразного у меня тоже много видите у меня сегодня получается немножко быстрее показывать чем вчера это у меня пихорка ажурная про нее тоже я вчера рассказывала поэтому повторяться не буду их я покупала 6 моточков здесь у меня вот 4 где-то еще два я помню что я брала 6 моточков так далее далее у меня такая же пихорка ажурная только два штучки не знаю почему для каких целей я брала 2 скорее всего для обвязки тоже так это вот видите это тоже ирис только сюда вот попал ирис который я предыдущего сейчас его положу другой моточек и он у меня там был вот а это ирис такой бирюзовый красивый это фирма вита по-моему это тоже мне очень нравится особенно на сеточку вот его я покупала 10 штук коробочки где-то тоже должен лежать я с него еще пока ничего не вязала так это тоже пихорка ажурная вот такого цвета почему-то один где-то должно должен быть еще один потому что я меньше двух штук не покупаю вот такое у меня форевер это лиза форевер я про нее вчера тоже рассказывала покупала 5 моточков значит из одного моточка я вязала ирландское кружево такой молочный цвет красивый и 2 моточка у меня находится сейчас работе я начинала с него вязать тонику стиле бахо но потом передумала и его просто нужно он меня я люблю как уже я говорила вязать с разматанных ниток размотанных ниток и они у меня находится размотанном виде ждут своего времени а кстати вот еще один такой же моточек так это у меня вот это вот я вам говорила что я начала вязать юбку себе вот она у меня в таком виде видите она у меня немножко тут запутанная поэтому вытащите ее пока не смогу ниточки перепутались вот-то вот я говорила в прошлый раз что у меня полтора моточка осталось а вот из коза натуральная пихорка моточек получается половинка там а моточек тут надо сложить вместе далее меня вот такой рис это янген ярнарт тоже очень люблю такой рис и у меня тоже его несколько цветов здесь у меня четыре моточка вообще их 10 где-то еще должны быть это такой же только белый про него не буду рассказывать это вот я что-то вязала и распустила и видите он у меня лежит в таком виде так это вот я вам рассказывала что у меня 10 на . ажурно белой вот она как раз и лежит у меня пихорка ажурная белая 10 на . там по моему 1 а здесь 9 так далее у меня вот такого цвета видите бесподобный тоже цвет красивый я уже тунику дочери связалась такого цвета и вот это еще у меня осталось получается 6 . ну по моему шоу где-то лежат это вот тоже ждет своей очереди я начинала вязать юбку хотела ее связать вот увидела очень красивую юбку в интернете потом еще увидела мастер-класс по такой юбке ольга ой не помню фамилию по ней тоже там сделала мастер-класс барламова что ли не помню не буду врать очень красивый такой видите мотив вот но она длинная я хотела ее связать дочери а мне дочь сказала я не хочу длинную юбку вот и у меня такого цвета есть ниточки я даже не знаю сколько их но они у меня есть и я думаю пускай лежат ждут своей очереди я свяжу для себя потому что я уже рассказывала это тоже ниточка лилу очень приятная прям я не устаю повторять насколько я ее обожаю так это вот тоже одна из моих любимых ниточек пеликан это вот моточек там был и здесь у меня получается 4 моточка то есть 5 моточков я их покупала вот они ждут в своей очереди так это вот тоже у меня пехорка успешная спасибо она значит в ней в пятидесяти граммах в пятидесяти граммах двести двадцать метров что сказать по этой ниточке я сейчас вяжу тунику дочери с нее за три дня связала четыре три четвертых очень легко вяжется очень легко вяжется ниточка ложится может быть я узлов такой выбрала но мне очень нравится как я вообще-то вязала с нее первый раз и мне очень понравилось как она вяжется значит вот такая такой ирис тоже фирмы я никак не могу выговорить что-то у меня прям как начинаю ее говорить ярнард вот так вот тут получается сто двадцать пять метров сто тридцать восемь метров и двадцать грамм или двадцать пять ну покупала опять же я ее для того чтобы сеточку я же все надеюсь что я наконец-то переключусь на ирландское кружево но мне что-то вот как-то одно за одно цепляется и не получается активно заняться вот такая еще такой вот ирис тоже этой же фирмы серенький серенький такой же как вот на юбку цвет ну ни одной фирмы поэтому практически ниточка только только та потолще а эта потоньше вот такой еще такой же ирис как я до этого показывала это тоже вита беленький тоже мне очень нравится он в свое время почему покупала потому что у меня была возможность подешевле купить поэтому я его брала зная о том что когда-то наступит время что у меня не будет такой возможности приобретать поэтому вот сейчас запасы у меня такие солидные скажем вы скажете ой зачем столько ну так как я активно езжу постоянно они у меня постепенно 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 их было гораздо больше и они уже у меня начинают смотрю их все меньше и меньше и меньше то салфетки на подарки вот такие вот у меня их много покупала 20 штук в упаковке тоже кирова но это еще не все я покупала по-моему не одну покупку у меня где-то штук 40 может быть даже больше вот таких я с этой ниточки вяжу салфетки всякие разные мне очень нравится вот пелика и вот это может быть свяжу не только салфетку может быть свяжу еще и какой-нибудь жакет очень много же ведь у меня ее поэтому я могу связать ну не знаю что в голову взбредет на тот момент когда я соизволю начать вязать с него но вот у меня там прям рассыпалось это еще не все в общем беру пока так такого же плана у меня где-то это тоже не все есть еще где-то надо по ящичкам все разбирать смотреть вот такого же плана вот я немножко их тут как бы и раскрасовала что вот ирис у меня где-то там в одном ящичке вот такой ирис тоже очень красивый цвет я вам не могу его даже передать и название даже он и не свекольный и не бурячный и не фиолетовый в общем даже не знаю определения этого цвета очень красивый цвет так есть у меня еще вот такой ирис тоже 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 это тоже ирис такой он темно-темно-зеленый приближенный к черному цвету тоже такой благородный цвет их тоже 20 штук здесь конечно не 20 штук где-то искать надо еще так вот кстати видите нашлись еще вот такие я же говорю что они где-то у меня лежат надо их раскладывать так это что у меня здесь так вот видите такая ниточка тоже успешная вот я ее помню что я ее по-моему вот упаковку даже по 250 рублей брала сейчас она одна по-моему стоит 90 рублей а я упаковку брала по 250 а раньше зарабатывала неплохо могла себе позволить и позволяла так что тут еще показать вам вот начинала тоже вязать такой красивый рисунок почему забросила даже не знаю это кстати вискозный шелк вот он у меня есть я потом может быть буду показывать его еще вот видите узор кстати этот узор я почему попробовала его потому что в одноклассниках увидела есть такая девушка которая вяжет платье с вискозы Ирина Ирина у нее ник у нее там очень-очень много красивых платьев и вот платье было одно связано вот таким рисунком и я по-моему села и за один вечер вот связала столько и почему-то забросила даже не знаю почему не могу сказать почему я его забросила ой-ой-ой-ой опять эта ниточка у меня рассыпалась видите рассыпалась это вот так который вот вискозный шелк это второй моточек здесь он у меня в этом ящике вот он у меня рассыпался не захотел ой-ой-ой-ой ой-ой-ой-ой так есть у меня вот такая еще ниточка вот здесь лежит один это точно такая как я вам показала белая только черная их у меня тоже 5 штучек здесь у меня он лежит один потому что я его недавно использовала для срединки мака вывязывала я связала своей родственнице платье на лето и маками его ну мак один как аппликации использовала и серединочку для мака делала так вот тоже тут я даже и не вытащу здесь запуталась очень значит что еще хочу показать значит просто покажу но она у меня там запутанная видите вот тоже какая красивая ниточка тоже у меня ее два моточка кстати в маке ее много она с люрексом не знаю на что я ее буду использовать но как видите ниточка есть такая красивая тоже вообще как сорока люблю красивые нитки и покупаю и тут же вот у меня еще есть тоже видите какая красивая ниточка это пряжа кавказская здесь ну грамм наверное 250 потому что я с нее уже вязала это шерсть с акрилом хотела связать шарфик у меня есть розовая куртка вот это я для нее купила но потом что-то перебила и так я и не связала вот пихорка натуральный зеленый цвет вчера я вам показывала такую розовую сиреневую и такая же пихорка запуталась белая вот видите уже где-то вымазал она очень легко отстирывается поэтому я даже и не переживаю что я так ну что вот в этом ящичке у меня как видите просто-напросто здесь много поэтому видите еще какая ниточка тоже с люрексом тоже бирюзовая та просто потолще а эта потоньше а как название у нее сейчас я попробую найти здесь мальва это мальва мальва вот ну что на этом эта серия заканчивается сегодня я вас недолго мучила до следующей серии всего вам доброго подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии и я жду с нетерпением всего вам хорошего с вами была Ирина до встречи